27-летняя Екатеринбурженко Дарья Рамазанова, потерявшая в дорожной аварии двух своих малолетних детей, признана виновной в совершении этого ДТП и получила реальный срок – 2,5 года колонии-поселения. Вот только отбывать его молодая женщина начнет через 13,5 лет. И то только в том случае, если за это время серьезно провиниться перед законом. Караидельским межрайонным судом Республики Башкортостан вынесен приговор 27-летней жительнице Екатеринбурга в прошлом риэлтору, а ныне продавцу магазина джинсовой одежды Дарье Рамазановой, весной этого года попавшей в трагическую аварию. Будучи матерью двух детей, пятилетнего Данила и двухлетней Милы, Дарья, готовясь к рождению своего третьего ребенка, отправилась на малую родину, в Башкирию, к своим родственникам. Роды прошли успешно, и спустя две недели после появления на свет третьего ребенка женщина со всеми тремя своими детьми выдвинулась в Екатеринбург, где имеет постоянное место жительства и гражданского мужа. Но благополучно добраться до дома не смогла. 16 марта около 7 часов вечера, управляя автомобилем Лада Гранта, на 134-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Садка, на частично обледенелой дороге Дарья потеряла управление. Ее машина ушла в занос и выкатилась на полосу встречного движения, где в тот же момент столкнулась со встречным Ниссаном Тида. Последствия этого столкновения оказались поистине чудовищными. Ладу разорвало едва ли не пополам. Двое старших детей, сидевших на заднем диване в детских автокреслах, получили ранения несовместимой с жизнью. Сама Рамазанова сломала два ребра, получила закрытую черепно-мозговую травму и стрясение головного мозга. И только двухмесячная кроха, ехавшая на переднем сидении в автолюльке, уцелела. Женщину с выжившим ребенком доставили в больницу, откуда ее той же ночью забрал ее муж и отвез обратно к родственникам в Башкирию. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности гибель двух лиц. Представь перед судом, Дарья Рамазанова заявила председателю краедельского суда Денису Ханову, что полностью признает свою вину, раскаивается и просит решить ее судьбу без проведения судебного следствия, то есть в особом порядке. Никто из участников процесса, ни гособвинитель, ни потерпевший водитель Ниссана Флорис Нуреев, ни судья не были против этого. А потерпевший и вовсе попросил суд о снисхождении к пережившей такой несчастье виновницы ДТП. Таким образом, судьба Екатеринбурженки была решена за одно заседание. Посчитав в качестве смягчающих вину такие обстоятельства, как их признание, раскаяние, принесение извинений, наличие на иждивение малолетнего ребенка, а также то, что женщина привлекается к уголовной ответственности впервые, к тому же за неумышленное преступление, судья Ханов все же не нашел нужным наказать Дарью условно, но дал ей отсрочку от отбытия реального срока в 2,5 года колонии-поселения до достижения ребенком 14 лет, то есть на 13,5 лет, в течение которых подсудимая может исправиться и без изоляции от общества. Таким образом, реальным наказанием водительницы, помимо того, что она потеряла двух своих детей, на сегодняшний день стало лишение водительских прав сроком на 2 года и выплаты компенсации владельцу ТИИДы в сумме 575 300 рублей и 16 000 расходов на оплату экспертизы. Приговор в законную силу уже вступил.